мигранты стали в 5 раз больше убивать в россии до количество тяжкого вреда здоровью количество убийств возросло в 5 раз это не я заявляю заявил бастрыкин да но он не может объяснить почему он говорит что надо там чё-то и короче мычи понятно почему ну сейчас давайте закончим проанализируем с вами вострыкин число дел об убийстве вреде здоровья против мигрантов выросло в 5 раз общие т т т т особую тревогу вызывать статистику по тяжким особо тяжким преступления большинство преступлений среди мигрант совершать безработные не имеющие постоянного источника дохода и профессионального образования и прочее прочее большинство преступлений совершать с мигрантами среднего возраста зачастую не знающими владеющими русским языком да и и вот интересные сведения в феврале этого года мигранты перевели киргизстан 151 миллион долларов по сравнению с февралем прошлого года приток сократился на 19 30 процентов ну то есть почти на на пятую часть почему это произошло да потому что наверное действительно многие потеряли работу количество мигрантов выросло количество денег получаемых ими уменьшилось а выросло кратно количество мигрантов кроме всего прочего многие стали гражданами россии многие получили за эти годы паспорта то есть за прошлый год 22 год 700 тысяч мигрантов получили паспорта россии можете себе представить и таким образом что мы видим мы видим что количество убийства тяжкие преступления почему выросла от безнаказанности во-первых потому что диаспора решает любые вопросы во-вторых потому что мигранты знать что диаспор и лишат любой вопрос во-вторых полная безысходность да с одной стороны полная безнаказанность другой стороны полной безысходности идти некуда кроме как на преступление поэтому ну ведь еще и активно выдают оружие вот нам человек написал да что ему не дали оружие а мигранту ту же к которым были те же самые слой только он мигрант ему дали оружие вот сейчас такая ситуация возникла она будет развиваться от плохой к худшей будет хуже хуже еще хуже и потом когда попробуют что-то решить да в этот момент на начнется восстание она может начаться само по себе все к нему готовы еще раз подчеркивать она может быть всякой команды эрдоганов и прочих начаться все готово к восстанию мигрантов в россии самое главное подготовлены все условия максимально подготовлен так что очень интересная ситуация очень интересная когда стан признан самым лояльным регионом россии по отношению к трудовым мигрантам абсолютно положительно к ним относятся 18 процентов опрошенных да и в том числе и в татарстан везут толпой мигрантов отовсюду да вот наш соратник находясь в миграционной службе вдруг увидел китайских женщин которые получали уже у них они не говорили по-русски но у них были на руках российские паспорта я выяснил через других наших соратников что это за женщина это не китаянки вернее как это бывшие граждане китая из сэндзян уйгурского автономного округа по национальности дунгани да ну то есть они мусульмане их туда загоняют сейчас в китай я думаю договоренности между эрдоганом и сэдзинфином что они мусульман отдадут не будут их мучить да то есть наверняка была первая договоренность что давай там россию поделим а ты на мусульман сэдзян уйгурского автономного округа отдашь ту часть россии заберешь и все будет будет вам счастье да но вот в исполнении этих договоренностей это и происходит кроме всего прочего сейчас огромное количество китайцев подмосковье находится заполняет подмосковье талибан присутствовал да на первом приеме пищи месяца рамадан в татарстане видите как здорово то есть талибан является террористической организации в том же списке что и арт-подготовка до созданная мальцевым и так далее а они вот приглашены туда в татарию там отъедаются грубо говоря нормально я думаю что когда все начнется талибан там тоже не последнюю скрипку будет играть вот всякие эти патриоты так называем которые просрали страну да это уж я их больше все ненавижу вот эти которые себя патриотами называют националистами потому что сам главный ублюдки которые просрали все помогли путину сейчас помогают вот они рассказывают что антикоррупционный комитет до кирилл к кабанов рассказал россиянам о большой угрозе из-за мигрантов в двадцать втором году в рф резко увеличился инфекционная заболеваемость растет количество случаев заражения вещь туберкулезами риски заболеванию что я могу сказать кабану это смешно и смешно в этом опасность эта опасность была всегда я помню в конце 90-х годов попал мигрант первую больницу бсмп да он попал с ожогом битума ну что то они там делали дорогу и его там прижгло и его привезли в больницу скорой медицинской помощи мне оттуда отзваниваться там такой чудик попал я горячо такое у него сифилис три креста ну да последняя стадия у нее спит у нее туберкулез форме распада да и что то еще там него ну там не итог сифилис там все надо венерические заболевают а и туберкулез форме распада атипичный то есть такой который не лечится нихера то есть такой залеченный там в средней азии очень часто такой встречается и я тогда даже этот вопрос ставил я говорю ну а почему мигрантов нам не проверить всех на болезни вот если бы это не попал никто бы и не знал что он так тяжело более но это и с гуманитарной точки зрения правильно да там полечить людей ну и защититься от этого и почему и был инициатором того чтобы на границе был такого рода санитарный контроль но как видите до сих пор и воз и ныне то тогда еще можно установить контроль проверять они это сделали нет почему потому что они за уничтожение россии а теперь вот от цареград рассказывает счет чего вы рассказываете а 23 год уже крисов а как там русским защищаться от восставших мигрантов ведь винить они нас всех русских будут убивать нас нашу денис да хороший вопрос хороший вопрос и в москве только намеренно ну по крайней мере в декабре такая цифра была и диаспора и и знают один миллион мигрант молодые люди и они на красать примут участие миллион есть в москве полицейских например да или а армия у нас вся армия у путина была миллион это всех перебили уже да и тогда поэтому вопрос очень хороший и у меня нет ответа на эту на эту вопрос у меня не на все вопросы есть ответ если я управлял россии у меня был бы ответ на этот вопрос причем их был бы сразу очень много потому что было бы система ответа а сейчас у меня нет ответа вальцовый наш лидер россии нужно ли убивать мигрантов во время восстания мигрантов нужно защищаться ни в коем случае не защищать полицаев армии тогда пусть они разбираются защищайте мирных защищать себя организуйте самооборону под эту муху как раз можно целые регионы забрать целые регионы можно у путь забрать понимаете и там если какие-то города то это целые кварталы целые районы можно забрать под предлогом борьбы с мигрантами а фактически должна быть борьба с действующей властью с путином с его полиции с его армией причем и можно легко сказать ребята вы либо с нами либо вам писец это очень важно поэтому вы должны понять что мигранты в данном случае восставшие хотя это страшная реактивная масса да но без этой страшной реактивной массы на ничего не получится путин уничтожит просто все россии все или сдаст ее китая ну скажи это одно и то же тождественно веслава объяснить пожалуйста чем они хотят на травить на нас мигрантов в чем смысл наталья но как всем смысл смысл очень простой то есть что будет когда украина подойдет границам россии ну будет важный время че важный очень момент ну все дземпин хочет забрать всю россию да там ссср 2 придумать тогда допустим эрдогану ему совершенно это не нужно тюркские народы которые проживают на территории россии очень плохо будут чувствовать себя в китае он это понимает поэтому они договорились давным-давно что как только начинается развал россии республики тюркские выходят да так вот судя по тому что эрдогана пытаются обмануть а мы это видим открыто да саудовская аравия прожил с ираном иран который является сейчас марионеткой китая фактически да действует в интерес китая но заган уже понял что слово держать никто не будет как он может решить свою проблему единственным путем как только украинские войска подойдут к границе отдать команду на восстание мигрантов да и как только они восстанут в питере в москве и так далее в крупных городах россии так сразу же начнутся выступления массовые в республиках татаре башкирии так далее то есть вначале выйдут люди вроде просто обычные люди с протестом мы не хотим войны потом парламент заявит о независимости и все а если путин попробует как-то этому помешать то мигранты его свяжут по рукам и ногам у него ни одного солдата и полицейского не будет для того чтобы отправить татарию башкирию и так далее поэтому восстание предопределено просто предопределено никаких других вариантов просто быть не может ни одного вячеслав таксо восстание мигрантов и провозглашение суверенитет тюркских республик будут согласованы конечно как но они согласованы будут это будут просто согласованные действия может даже никто и не договариваться что же вы думаете там как каким-то этим руководителем башкирии катаре и парламентариям скажут там из турции мы там дадим мигрантам команда в этот они как мы вам поможем вы там смотрите и так далее то есть все будет все понятно дураков нет тем более вся эта шобла и из башкирии из татарии руководители вывозят свои деньги не только свои сейчас в турцию очень активно очень активно и я не знаю почему путинцы это знают но не противодействует мальчик если вы станете президентом у меня и всех мигрант репортируйте закройте границы навсегда давай мы так с тобой договорились если ты во время революции будешь нам помогать и будешь помогать бороться с путинским режимом с китаем получишь паспорт российский без вопросов то есть не российский она что-то который будет новый паспорт а потому что многие так называемые россияне нихера из паспортов не получат они будут лица без гражданства то есть получишь будешь получать долю в национальных богатствах и ты наш брат если будешь воевать против нас мы тебя зачистим тебя не будет просто то есть два варианта ты против нас мы твои враги тебя уничтожаем ты за нас ты наш брат и мы вместе с тобой до конца понимаешь да есть третий вариант ты нейтрален индифферентен ну такие зачем они нам нужны конечно таких мы вытесним они нам не нужно совсем куда справедливо слова как среагируют мобики на восстание мигранта как им скажут так они среагируют вы же видите они абсолютно ручные есть отдельное количество пассионариев забьюсь на любые бабки шинькова останем игра ближайший год не будет начнем с трех тысяч баксов у меня есть не вопрос давай с тобой поспорим связывайся со мной напиши на мальчики телеграм до предоставь гарантии и не вопрос мы с тобой поспорим совершенно спокойно поставить играм каковом поводу требовали какие-то никаких требований не вы какие требования будет повод какой-нибудь да который им дадут скажет там мечеть не строит там боженьку обидели там еще чего-нибудь там каком-нибудь миграционном центре насильно мигрантов свининой корни ну чё не найдут что сказать что вообще без проблем